Гражданские правовые сделки 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 заключать он все-таки может. Первый случай регулирует статьи 171 и 172 Гражданского кодекса РФ. Ничтожная сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, малолетним. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость в деньгах. Второй случай будет рассматриваться в соответствии со статьей 176. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя. Если ни сам несовершеннолетний, ни его родители не обратятся в суд, сделка будет считаться действительной. Подытожим. В российском праве существует четыре условия недействительности сделок. Несоответствие сделки хотя бы одному из этих условий, то есть наличие одного из перечисленных пороков, является основанием для признания сделки недействительной. В российском гражданском праве выделяется несколько видов сделок. Во-первых, сделки бывают односторонними, двусторонними и многосторонними. Двусторонние и многосторонние сделки называются договорами. К примерам односторонних сделок можно отнести принятие наследства или наоборот отказ от него. Сделки также бывают безвозмездными и возмездными. Если в результате заключения сделки обе стороны предполагают получить выгоду, то такая сделка называется возмездным. А примером безвозмездной сделки является дарение. Да дорогой Ира, в этот знобедательный день я хочу подадить тебе безвозмездно... Что, что? Помолчи! Пух! Извини, я только хотел узнать, без чего? Безвозбездно, то есть даром. А, даром, понятно. Подадить тебе безвозмездно скромный, но очень полезный подарок. Вот этот штурок. Сделки также бывают консенсуальные и реальные. Консенсуальными называются сделки, которые являются действительными уже с момента заключения соглашения. Реальные сделки требуют совершения определенных действий, например, передачи вещи. Если вы подписываете с банком договор об открытии вклада, он станет действительным только с того момента, когда вы внесете деньги. Если вы отправились в супермаркет за продуктами, то есть вы их не можете до того момента, пока не оплатите. Ваша сделка с магазином станет действительной только после оплаты выбранного вами товара. Наконец, бывают сделки срочные и бессрочные. В большинстве случаев соглашение не содержит момента, указывающего на начало его действия и прекращение. Но бывают такие сделки, действительность которых все-таки во времени ограничена. Примером таких срочных сделок являются доверенности. Предельный срок действия доверенностей по Гражданскому кодексу составляет 3 года, но если срок не указан, то он составляет всего-навсего 1 год. По истечении этого срока вам придется выписывать доверенность снова. Неудивительно, что доверенности, в которых не указана дата их совершения, считаются недействительными. Как правило, юридические действия и сделки граждане совершают самостоятельно. Если же это невозможно по каким-то причинам, если человек болен или занят, он ограничен в дееспособности или вообще объявлен судом недееспособным, то все сделки за него совершает его представитель. Таким образом, представительство – это правоотношения, в силу которого юридические действия, предпринятые одним лицом – представителем, являются обязательными для другого лица, представляемого, создают для него дополнительные гражданские права и обязанности. Полномочия представителя могут быть основаны на законе, доверенности или административном акте. Родителям никакая доверенность не нужна, поскольку они представляют интересы своих детей по закону. В том случае, если человек сам не может осуществлять свои гражданские права, он может обратиться с просьбой назначить ему представителя. Такая форма представительства над дееспособным лицом называется патронаж. Все свои действия лицо, осуществляющее патронаж, совершает согласие своего подопечного. Подопечный, в отличие от недееспособного, в любой момент может отказаться от такой формы попечительства. Как мы уже сказали, отдельный вид сделки составляют договоры. Гражданский кодекс РФ определяет договор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Как несложно догадаться, односторонние сделки договорами не являются. Точно так же, как и сделки, договоры могут быть срочными и бессрочными, консенсуальными и реальными, возмездными и безвозмездными. Существует большое количество видов договоров. Такие договоры, как договоры купли-продажи, аренды, найма, подряда и многие другие. Договор может заключаться с использованием публичной оферты. Офертой, от латинского «offertus предложенный», называется предложение заключить договор с любым лицом, который откликнется на это предложение. Важно отметить, что оферта должна содержать все необходимые условия заключения договора, например, цену. И если в оферте указана одна цена, продавец не имеет права заключать договоры по другой цене. Выставление товаров на прилавке, помещение сведений о товарах в каталоге или реклама товара может рассматриваться как публичная оферта. Принятие предложения называется «acceptum», от латинского «acceptus принятый». Если выставление товара на витрине магазина является офертой, то покупатель, который принес этот товар на кассу, будет считаться осуществившим «acceptum». Итак, мы рассмотрели, как согласно нормам гражданского права заключаются сделки. Неудивительно, что между субъектами права нередко возникают споры по поводу сделок. Рассмотрением этих споров занимается специальная отрасль – гражданско-процессуальное право. В следующий раз мы и поговорим с вами о том, что представляет собой гражданский процесс. А наш сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание.